После каждого рейса мы проходим в выручни, в выручни потираем, даже влажную уборку делаем. Скажите, а ведете учет? Да, ведем. Скажите, пожалуйста. Да, мы берем, идем. У нас обработка. То есть у нас такое требование, что... Да, вот мы отмечаем. Несколько раз в день проводим влажную уборку и отмечаем сразу. После каждого рейса. Примите все необходимые меры для того, чтобы проверить весь транспорт, чтобы все системы вентиляции работали в или в справном состоянии. Максимально использовать на линии, где есть возможность большой и особо большой вместимости транспорта. И более четкий контроль осуществлять за графиком движения. Потому что срыв графика движения ведет к переполненности в текущих погодных условиях. И это не допустимо. Ну и, конечно же, это немаловажь для специально дистанцированного транспорта. Скажите, почему вы у нас не уходите? Забылся. Сегодня первый раз выбрался. Ведите себя. Коронавирус. Первый раз у нас у нас переводчиков станок, они не имеют права обслуживать вас, пока вы без маски. Страв вам за это положено. Просите у кондуктора, у водителя, помогите, люди. Нельзя? А тут и нет маски, чтобы откупить можно? У нас да. Организуйте, пожалуйста. Все говорите. Побежной состав не должен трогаться с конечной установки, если все пассажиры не находятся в маске. Организуйте, пожалуйста, чтобы у вас были лейтенанты. Сколько я не хочу. Низколько, не надо. Большое спасибо. Все, у нас, извините, пожалуйста, у нас все будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И второе, это жаркая погода. Мы контролируем качество работы для того, чтобы обеспечить как можно более комфортные условия. Скажите, вот температурный режим по санитарно-эпидемиологическим нормам сейчас в салонах соблюдается? То есть не слишком ли жарко? Можно в таких условиях требовать, чтобы люди в маске носили? Ножение масок в общественном транспорте обязательно вне зависимости от операторного режима. Я понимаю, что сейчас такие погодные условия, что и на улице... Масочный режим он обязательный. В мероприятии здесь присутствуют перевозчики основные, которые работают на нашем маршруте. Мы сейчас им ставим задачу, во-первых, усилить меры по работе противодействия коронавирусной инфекции, раз. Во-вторых, провести полностью инвентаризацию своего подвижного состава в плане эффективности работы системы кондиционирования, где есть вентиляция, чтобы не было поломок. Третье, максимально увеличить возможность использования автобуса в большой вместимости. И особенно это актуально в предшественных выходных, потому что сейчас люди поедут за горы, на дачу это необходимо сделать. Ну и, конечно же, мы сейчас всем перевозчикам ставим задачу, настоятельно рекомендуем в обязательном порядке максимально провести вакцинацию своих сотрудников. Это люди, которые общаются с большим количеством наших граждан. Мы считаем, что водители, кондукторы должны быть вакцинацией.